такое событие подписчик алекс купил себе бэмби четверочку не надо смотреть снимая просто событие интересное алекса я уже давно знаю мы с ним уже несколько раз встречались он со мной ездил на работу я его катал хороший человек поэтому это вот общаемся с ним когда время есть но и это его попросил подъехать машинка его посмотреть но он согласился любезно еще одно событие у меня новая резина спереди так где она вот она вот той же самой марки что и у меня сзади стоит слушай хорошие хорошие мне вот это понравилось резина она сейчас грязная пока и меняли та же самая марка что у меня вот сзади тоже поменяли я включил отопление это как сказать дочерняя компания от фирмы continental мне резина понравится она очень хорошая не гудит абсолютно вообще не гудит хорошо мягкая хорошо дорогу держит вот ребят видите вот здесь профиль сейчас вид наши поменьше профиль и вот здесь вот профиль какой обете как она широченная вот и мне кажется что на ней будет комфортней чуть-чуть пониже стало чем теме на машина вот даже вот так и даже видно но то что еще наклон немного видно вот стало пониже чуть-чуть и это хорошо то мне нравится ну вот такая вот машинка купе здорово гран-купе написано на не да здорово лет между купе тоже не гран-купе это гран-купе гран-купе просто куплено двудверная это гран-купе а она значит без рамок погоди а это ну правильно а таких вот четверок с рамкой нету да нету 4 дверные да 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 и также тройка gt у них они тоже без рамок идут а гран туризм узнаешь побольше не это получается вроде не тройка gt на между что-то между тройкой тройка gt вот там да да такую модель сделали я снимаю алекс ничего без проблем то есть это ты не сильно не матерись кстати у алекса еще недавно событие такое было у него дочь родилась я его поздравлял но все равно хочется пожать ему еще раз руку как мужику молодец четыре месяца уже уже четыре месяца да вроде недавно да совсем уже вроде как говорится время летит тупец да уже пытается что-то там а на своем разговаривать здорово здорово да так же ребята это самое кто кто хочет пишите в комментарии поздравляйте алекса с таким замечательным событием вот алекс ты мне скажи пожалуйста вот бм4 это что это маленькая пятерка или это большая тройка видео смотрел когда ее только выпустили обзоры до немцы говорили вот она непонятно что-то вышла между переход между да 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 между тройкой на пятерку но мне нравится надо но это сравнил это как бы тройка я смотрел раньше не было ешь да раньше я не было вообще-то серийного редко видно она еще какая модель надо но сколько она сейчас три года до или четыре года да 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 ты мне показывал да 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 тебе понравилось да она смотри видишь большой класс это примусья у тройки маленькие как всегда ну да это все-таки купе ну правильно четырехдверное купе нам с большой семьей иногда надо приходится ездить с детьми ну как все дети не залезут у нас четверо ну да большой минивэн есть но пятерка 7 местная но в любом случае четырехдверная лучше чем двухдверная это я могу подтвердить даже если моё мнение даже если один холостой все равно четырехдверная лучше там с друзьями куда-то ехать надо да она удобнее конечно не вымазывать сиденья так и это я могу подтвердить потому что у меня же тоже была однерка бмв она была тоже двухдверная но до чего неудобно ужасно 224 твин turbo вот это когда я покупал и когда я приехал так подожди еще раз двухлитровый двухлитровые twin turbo 425 модель а поисколько у тебя 224 а почему у меня тогда у меня тоже двухлитровый тоже twin turbo да у меня сто восемьдесят четыре ну и завод у модели 420 у нее тоже 184 и 190 то есть они тоже есть есть то эти четыре двухлитровые 190 ну и правильно мотор одинаковые просто у них это прошивка другая но она горишь какого года у меня немножко постарше меня 14 но ты это мы сейчас тобой проедемся на мои мне охота твое мнение знать по коробку мне кажется да и мне кажется что это я сам как-то знаешь новичок в этой коробке у тебя ручная было до автоматика мне первый раз давай сальза еще сделаем если у тебя опыта нет еще на автоматике давай этот мы с тобой на твоей чуть-чуть проедем все вот здесь вот я вам давай я хочу почувствовать твою коробку как она приключается ну давай но посмотрим ага а потом это на мои проедемся да 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 точно он же мне говорил он мне показывал я смотрелся да 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 и деревья назад не было это трещины айси перлы слушай сиденье удобно там еще настройка же под себя да да вот и по бокам у них закрыли замки да да я по городу когда ездили с сэр брюкин где-то чтобы я из-за того чтобы и на светофоре он ко мне никто вдруг случайно дверь не открыл последний видео закрываться уже этот у тебя вот эти вот включается только на на мануалке или на драйве тоже я не знаю я их еще не этот не пробовал слушай у тебя здорово у тебя температура двигателя показы да да у меня старый тоже не было поэтому я этот хорошего прогреешь ее видно уже так теплая нам уже газ дать сейчас она на драйве у меня к сожалению вот это вот нет то что мне не хватает на моей коробке то что я во время когда стоит на автоматике он не переключает не переключать а потом уже переключать меня вот здесь это же я когда вот дому не спускаюсь на этом горка и он крутит двух с половиной тысяч и я не могу его вверх вот я и говорю кто один не знаю или можете я просто фанат один раз имел бмв говорится и все теперь на другую как садится них у другие модель даже не рассматривал как говорится слушай мне нравится то что переключается вверх-вниз на автомате мне тоже есть по-ровному а если когда вот в нагрузочку идет допустим горку или сборки он не переключается вот сейчас включилась автоматика лепестки вот это конечно вещь замечательно сужение еще приятно алюминий через можно но надо еще привыкать со мной игру еще сильно нет привык еще и привыкаю к у меня еще нет а на автомате игру первый раз ездим можно сказать поэтому еще надо я сам на своей еще не знаю толком надеюсь что все нормально переключает этот коробка работает хорошо вот это цедевская коробка это классно вообще на дизелях что очень хорошо что но мне это больше конечно нравилось как там как у тебя он немножко плавнее сделано все знаешь мне это побольше нравилось чем чем вот это в пятерке мне тоже поэтому нравится вот ну что там как сделан дисплей что он не торчит вот так вот он как бы внутри старые колеса продать да ну ты говорил у тебя есть старый старые колеса на который ты продать хочешь да вообще ребят из кому-то надо если кто-то а стоят выбирать и вчера эти продал от старой машины почки 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 продал уже почки нормально почку продал нам сань попробую по посадке она этот самый маленький из этих силы об от родственном тут надо поднять немножко наверно себе я поднялся тебе надо сидушку поднимать а ну да 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 форма немножко другая это хочет проехаться попробовать как давай я проеду все посмотрим по ощущениям то же самое или нет это в принципе то же самое здесь единственное что здесь посадка чуть повыше и все и это и ремни немножко поближе чуть-чуть да то же самое абсолютно да кто один раз на бмв поездил тут уже этот все тут уже знает где нажимать бмв дело в том что это говорят что бмв немножко консервативно в этом плане что все одинаковые с одной стороны проще на высоте все с этой стороны да проще а некоторых раздражает что это ничего сильного не происходит на типа не меняется на здесь вот в этот монитор вот здесь видишь прям в панели тоже пятерки примерно в кузыре в 10 в 10 и фар динамик вот это все тоже самые но кино 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 на себя или что единственно что у тебя сидушки немножко посещать попроще они более премии по тебе отдержак там положим один раз на бмв проедешь и все потом навряд ли захочется другому шин Конечно она дорогая машина нечего сказать на игру живем один раз тоже если позволяет мне ну да содержать ее может кого-то не устраивает что обслуживание дорогое допустим я вот сейчас недавно на на позапрошлой нере делал опять этот как по-русски сказать да но тех обслуживание маслами фильтр меня тоже около 400 раз заплатил делать на другой машине наверно половину бы даже слабо знаешь я скажу нас мац мазда японская пятерка нам тоже не дешевого обслуги но сейчас лучше меня ли траги ленки спереди вот эти тяги все дешево нет ничего да вот это вот я не понимаю куда он на франции не знаю я там часто данная на тоже мы отдали сколько я прям поехал а нет все таки я уже отдали этот 400 почти 6 не 600 лыра почти отдали масло поменяли тоже сразу эти подвеску поменяли курсу разболтан спереди но не быть не подвеска эти траги ленки я не зачет тяги тяги наверняка вот тоже отдали такую сумму я как бмб тоже содержание принципе сильно такого нет они все сейчас машин дорогие и а проблемы как говорят так что-то я взял у нее такие такие проблемы в каждой модели есть свои если снова у них принципе внутренности везде одинаковые только обшив на снаружи другая модель а внутри все одни и те же запчасти от одних тех же строчков одни и те же материалы да я в том что сейчас все машины делаются примерно с ресурсом на 200000 больше ресурс не выгодно делать надо потому что столько новых моделей каждый чуть ли полгода выходит на рынок и надо ведь как-то продавать тоже есть невыгодно если машину взял и ты на 20 лет они есть вот именно за руль с форта на забиты но машина раз каждую ночь поездок поездов выезжает с новыми партами да я туда ездил тоже забирают поезда с машинами но ford focus кстати говоря популярная машина очень у нас после но у нас это за рынок да и в россии тоже у нее она пользуется спросом конечно я не буду как говорится для нас дать достаточно сколько тебя абсолютно абсолютно вот тут же самая тяга тоже самое не знаю что это они все одинаковые смотрел даже со 420 320 и 520 по 190 ps двухлитровый дизельный мотор и его пацана спрашиваю на кому-то один в один одни те же моторы да просто этот упаковка разная мне же тоже на первое на айцбембе тоже двухлитровый стоял ну там но маркировка стоит 18 но оба тут же 149 чпс или самама то есть одна турбина прошить если его да если прошить и она больше на софтвер вот эти обновить и это сама тот очень хороший этот двухлитровый дизельный очень хорошим что мне говорили когда старую купил и 90 что у нее проблемы с цепью что цепь у нас летает вот но я слава богу меня проблем с цепи не было я уже все-таки за 200 тысяч километров до и ни разу этот масло менял дошли крупно поменял это турбину сцепления турбина 2000 турбина да турбина на сколько километров у тебя легла у нас 140 вроде бы тысячи 40 тысяч примерно в этом чуть-чуть за 100 за 100 тысяч перевалила и она уже это ну сказали потому что это вот эта вот система старт-стоп я даже не знал я купил ездил останавливался на блок не постоянно эти знаешь не сказали горит она тоже убивает турбину когда двигатель горячий и он резко будет у залог после автобана это масло не проград остается в турбине он угол и подшипник там раньше не поделаешь разбивает хорошо одна турбина была если биттургомотор с двумя турбинами то сразу две меняется друга 6-цилиндровый турбинный бензиновый 335 сколько ты заплатил за турбину 2000 2000 официально ты же говорил да а вот я ставим и ради ну не у дилером нормальном автосервис дел потому что было гарантия потому что потом начались вдруг сломается или чел чтобы хоть по гарантии приматировать а так есть можно конечно было ее заказать в интернете где-то может там кого-то искать где-то что-то делать самому опять же никакой гарантии то не давал на такие дорогие вещи на жизнь на гарантии и потом сразу масло все поменяли естественно может быть потому турбина сломалась может он масло чуть попала остатки металла разума найти вот маленькие но да да пушка да мне тоже классный слушай может быть когда ты говоришь да если будешь такой старый как я тоже возьмешь да по моему все таки это как ты говоришь все таки это наверно все таки тройка больше потому что пятерка по-другому едет но и панели не точно каждая как надо так надо выключить эту алекса захотелось машине посмотреть в принципе там ничего особенного для меня но ему как любителю а я с удовольствием правда я уже много раз у меня никогда времени то я бы с удовольствием прокатился бы хотя бы полчасика с тобой на локомотиве было бы интересно а там руль есть на локомотиве джойстик такой штурвал как на корабле я без понятия как-то внутри в этом локомотиве но на ты сможешь изнутри и снаружи да да я на последнем вагоне стоит толкаю вагонки с вагона толкаю но даже до реку это представляешь какой у него там его когда не добывать батарейки обратно надо идти к матчеву поменять батарейки я брата а нифига себе и о 7 километров по 10 метров на пешком а те батарея собой не взять тоже вариант а там в этом блоке она стоит науки поэтому я так не это ясненько но это не на такие минусы но так мне нравится тоже как говорится масса тянуть сейчас тоже кажется ну что это там 1200 тонн 12-14 вагонов там 1200 тонн стали задружены ходят на форт не на форт а народу бишь там материал для форда сцепление не горит когда трогаешься это ты сейчас серьезно горит не шутишь да 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 знаю да там всю дорогу есть только в горку в лес вверх и там через лес едешь есть еще такая погода что дождь и коробка греется до температура масла нагревается в это в коробке а коробка автоматик да а ты сам щелкаешь или как там нет скоростей пооборот все автоматически идет привет всем подписчикам сержа меня зовут александр тоже подписчик вот я сегодня работе на смене я работаю машинистом на вот таком вот маневре маневреновом локомотивом в общем для маневров он нас на станции ездит ну и выезжаем в рейсы тоже на нем ну вообще предназначен для станции вот что могу сказать про него много говорить не буду это 294 локомотив 705 090 сели номер так 204 модели дизельный локомотив вот так как все же не получалось прийти ко мне на работу то я решил заснять может кому-то будет интересно кому нет по переключать и тогда вот пульт управления локомотивом чем много чего можно рассказывать но и так чуть-чуть два джойстика вот с одной стороны слева и справа и управление локомотивом вперед-назад вперед-назад движется одинаковая скорость может двигаться вот раньше здесь стояла колесо такую специальная которая придавала обороты двигателю сейчас ну и убрали уже давно совсем еще я это уже не застал вот этот рычаг это переключение коробки пониженная повышенная пониженное приключение с тяжелыми вагонами и ларанжирен в общем станция ездит а повышенная тогда мы выезжаем наш наш трек едем в рейс так сказать на повышенной коробке может до 80 км в час бежать на пониженной максимально до 45 до 40 даже вот такой вот локомотив много рассказывать не буду кто хочет тот найдет в википедии 294 модели еще раз повторюсь в общем извините что может быть шумно его завел потому что пробить надо было температуру была упала должна минимально теперь 50 градусов рабочая быть вот сейчас 40 вот пусть прогреется немного вообще работы нет но я все равно прогрею и переставлю на запасной путь главного путь на другой другой путь там он где могу на стоять туда его представлю вот что еще про него сказать особо говорить много можно чего вот это вкратце в этом локомотиве сделали систему старт-стоп каким как легком автомобиле есть температура двигателя коробки на всего нормальная то когда переключаешь коробку нейтральное положение то много мотив сам глушится для экономии топлива так сказать и умвальд не загрязнять окружающую среду куча дунглеров вот это дистанционное управление локомотивом этим муком этим управлением могу управлять континус наружу на расстоянии до 300 метров плюс минус вот смотря какой локомотив некоторые больно не работают нормально как сказать то там уже выйдешь 5 на 5 вагонов на расстояние 5 вагонов и уже он начинает глухнуть ну нет сигнала по-разному в общем это система подогрева видите ли как сказать альцин в общем отопление отопления система которая поддерживает температуру воды в рабочем состоянии так сказать вот в общем да много говорить не буду кому интересно тот может все это найти на русском я народ по-русски не могу очень сильно говорить потому что я учился по-немецки вот извините конечно эти все специальные слова все это я не переводил на русский потому что незачем было я все это заучил на немецком и разбирался так в общем такого там изнутри стул есть никаких удобств потому что это рабочая лошадка тут они когда сидеть кайфовать туда надо работать большинстве случаев мы пользуемся дистанционным управлением и поэтому мы ходим туда-сюда с одной стороны в другую перис или если мануаль ездим то с одного джойстика на другой переходить приходится к спам когда помощник на улице и чтобы смотреть в разные стороны поэтому сидеть тут а некогда даже когда на едем наши треки сказать в рейс то если с этой стороны то почти случай тоже состоим стоя смотрит поэтому сидеть тут а некогда когда вот вот ну такой вот локомотив внутри карте обзор не судите строго мне это первый раз такое делаю это так для пробы и чтобы может сергей добавит выставить на своем канале добавит дизельный двигатель в 8 8 цилиндров а у нонсич чукаве вырабатывает он крутит лишь машины за генератор генератор идет ток на электромоторы вот который стоит на осях и как двигается он остальное в общем подробнее больше вы найдете как я уже еще раз повторюсь в википедии хотите узнать вот алекс уже тоже ездил со мной тоже сидел на прошлой работе в дафе он со мной катался два раза ты со мной был до один раз ты был со мной да а это это да 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 а со мной еще надо два раза этот шанс со мной ездил виктор пропал куда-то нет его нет дело в том что я прославился тем что я люблю чистоту и мне всегда пишут что чистюля чистюля туда-сюда иногда мне же тоже и пыль и грязь бывает но я этот когда мне пишут что я чистюля я говорю ну естественно я люблю чистоту но я не люблю убирать я не люблю чистить это разные вещи шутка конечно но ну по крайней мере стараюсь чтобы было чисто так я смотрю через живешь ну да я просто на другой фильме где работ там мы были водитель не к нам было плевать на все надо посмотреть ваших не стыдно было перед алексом а то алекс алекс и тоже мои видосики смотрят и это ладно алекс и разрешил посидеть господи для этого на есть коврик убрал денег не бывает мало до деньгами надо просто уметь распоряжаться и тогда будет любых денег которые у тебя есть хватает ладно еще раз включился чё алекс мы сейчас постояли еще поговорили поболтали немножко без камеры чем поедем обедать вот выходной день завтра понедельник страшный я вот собой разговарив сам уже в осознание того что через пару часов я брат сюда приеду буду спать ложиться и ночью выезжать вот это мое самое нелюбимое время в час ночи ставать и ехать мне еще заправляться надо мне баки пустые поедем хорошего тебе еще воскресенье тогда спасибо что приехал и показал машинку интересно ладно всем всего хорошего всем пока не забываем ставить лайки подписываться всем пока